Добрый вечер! В эфире программа «Собчак живьём». Сегодня мы в необычном месте в офисе Тинькофф Банка и в гостях, соответственно, мы у предпринимателя-бизнесмена Олега Тинькоффа. Добрый вечер, Ксения. Спасибо за эту возможность с вами поговорить. Ничего, эта комнатка, кстати, намоленная. Здесь «Бизнес-секреты» ещё моя передача снимается, которую тоже можно увидеть по интернету. Я была в ней, кстати. Слушайте, первая, по-моему. Да, одна из первых. По-моему, даже самая первая. У нас «Бизнес-секреты» начались с Ксении, кстати. Ну, карьера телеведущего, хоть и была удачной, почему? Хоть была удачной, собирала в то время хорошие просмотры, всё-таки менее удачной, чем твоя карьера, бизнесмен. Вот в связи с этим я прочитала большое количество твоих интервью последних. Хочу задать тебе вопрос. Со всеми твоими этими талантами прекрасными, с прибыльностью Банка Тинькофф, он один из двух банков, которые вообще показали такую потрясающую прибыльность в этом году. Чего ты продолжаешь здесь что-то делать? Вот разве сейчас тренд не подсказывает тебе, как человеку опытному, что нужно диверсифицировать бизнес и переводить его куда-то за границей? Нет. Ну, у меня, во-первых, смотри, я не умею ничего делать за границей, потому что у меня таких талантов нет. Вот. И по моим наблюдениям, их у русских предпринимателей ни у кого нет. За исключением, там, наверное, Юрия Мильнера, там, гениального инвестора, да, который за рубежом что-то делает. Либо олигархов, которые скупают, но уже состоявшиеся какие-то компании, которые, по сути, им и управлять не нужно. Скупил, но поток, денежный поток покупают, там, как Виксельберг, там, Швейцарии, там, самую большую цементную компанию или еще кто-то. Вот. А если мы говорим про уровень предпринимателей, скажем, моего уровня, такого среднего, плюс все их попытки сделать что-то на Западе, это фиаско полное было. И я сразу говорил, причем, что это будет фиаско, да, и там, вот, там, на Киеве, там, ну, например, Киеве пошли, там, в свои терминалы. Я сразу сказал, Сергей Солонин, ну, это абсурд, это смешно. Ну, как бы так есть. Там еще кто-то что-то еще, там, Рустам Тарика решил, там, водку продавать в Америке. Я сказал, что это будет смешно, там, потеряешь деньги. Он потерял их, потому что, ну... Ну, Шеффлер продает водку за границей. Ну, Шеффлер тоже, но это скорее, это скорее к Виксельбергу, потому что он купил поток, это был союз-плод-импорт, там, он ничего для этого не сделал. Он просто сел на советскую историю. Ну, слушай, любое твое интервью раскроет, ты восхищаешься, на мой взгляд, специально заслуженно, там, Фридманом. Вот Фридман пытается сейчас что-то делать в Англии. Пытается, ключевое слово. Восхищался в свое время, много комплементарных вещей, говорил про Чичваркина. Он тоже по другим причинам, но уехал и тоже там что-то пытается делать. Ну, я думаю, с точки зрения бизнеса у него там ничего хорошего нет. То есть ты себя видишь только здесь, развитие... Да, с точки зрения, как предприниматель, да. Ну, кстати, сказать, я вот... Это тоже эксклюзив небольшой, что ли. Я построил такие... Сейчас три дома уже. Четвертый. Ну, четвертый в Астрахани все равно в России. Лядача называется. В Куршавелле одно шале большое. Самое большое шале в Алтарансе и самое высокое в Европе, кстати. Там огромное шале. Вот. И купил замок, такой небольшой палаццо, в центре Форте Демармии. И это все будет называться под брендом Лядача и в Астрахани. И это я буду сдавать. То есть это будут мои дома. Это как бы мой дом и бизнес. И это, кстати, первая попытка, на самом деле, мне, так сказать, сделать какой-то бизнес за пределами России. Ну, это для богатых очень неделю, правильно? Это очень дорого. Там все от 100 тысяч в неделю и так далее, и так далее. 100 тысяч долларов. Евро. Ну, там Форте подешевле. Форте, по-моему, будет по 50-60 тысяч в неделю. Слушай, это сложно назвать, наверное, бизнесом. Это скорее такое хобби. Ну, да, все равно. Почему? Будет... Как-то будет там что-то приносить. В Астрахани тоже 100 тысяч? В Астрахани 20, по-моему. В Куршавелле. Ну, там, соответственно, от недели 200 есть тысяч, 100 тысяч, как-то так. Ну, это как не очень патриотично. Астрахань-то ладно, а вот что в Куршавелле? Чего? Вот я знаю, на Камчатке должен был быть проект, но он не состоялся. Ну, на Камчатке. А вместо этого Куршавелла? Я хотел патриотично сделать на Камчатке, но что-то там патриотично меня никто особо не встретил. То есть я хотел, чтобы, так сказать, была какая-то помощь там. Ну, смотри, это все очень просто. В Волторанте, когда я купил землю за... Я сейчас в цифрах все объясню. Я купил землю за 400 тысяч евро, да? На самом, так сказать, наслопе, что называется. В самом, кстати, никто не может пропустить. Приезжаешь в Волторанце, это доминанта такая наслопе. Огромная, кстати, для дачи. За 400 тысяч встретился с мэром. Он меня принимал в офисе, повел обедать. Очень сильно меня благодарил, что я обратил внимание на, так сказать, Волторанц, потому что, ну, они там считают, что они Куршавеллем, так сказать, там, немножко, так сказать, зачмурены, там, да, так сказать. Вот. Все в Куршавеле, спасибо, что ты к нам. Два мира, два детства. Правда, я приехал на Камчатку, я тоже с губернатором встретился, вот. Мы с ним, так сказать, посидели, поговорили ни два, ни три раза. Он мне тоже все обещал, но в итоге спустил на замов. А замы мне стали выкатывать там истории, что там, типа, там, миллион евро, два миллиона евро, просто за землю. Но, как бы, с учетом доставки, шале получалось стоимостью такой же, как и в Волторанце, да. Вот. Ну, как бы, это совершенно бессмысленная затея экономическая. Ну, и плюс, там, бюрократия началась и так далее. То есть меня там никто уже на уровне замов особо не любил, не встречал. И там, я не увидел, что... Я пришел вам с идеей какой? Вот он я, любите меня, носите меня на руках. Я тут не зашел. Ты везде приходишь с такой идеей, вот он, я, любите меня, Тинькофф. Давай быть реалистами. Конечно. Это, в принципе, твоя глава идея. Я же должен себя любить. А если ты сам себя не любишь, то кто тебя будет любить? Вот. И, соответственно, то, что я так же пришел, ну, там, понятно, что это никому не нужно, так сказать. Что там... Это все как... То есть, чтобы сделать что-то хорошее, я должен был еще бороться за это. Вот я не готов бороться за что-то хорошее. Это, на мой взгляд, это абсурд. То есть... Подожди, у нас вся страна, мне кажется, устроена по принципу, что нужно бороться за что-то хорошее. Вот. Сколько примеров там, я не знаю, читал ли ты последнее выступление Галецкого на эту тему. То есть, у нас, в принципе, история с предпринимателями, не с чиновниками, не с людьми, которые заработали деньги через приватизацию, а вот с предпринимателями в полном смысле этого слова в Россию, это всегда делать хорошее через дикое сопротивление, собственно, в той ситуации, в которой мы живем. Разве это не так? Ну, наверное, да. Ну, в чем логика тогда? Да, ну, я объясню, я попытаюсь объяснить, там, я не думаю, что там Камчатский этот проект, он в ЧУК получил. В ЧУК Камчатский, ну, там, банк Тинькофф, условно. Это же не ВТБ и не СБЕР. Вы все равно для того, чтобы создать эту систему, должны были пройти огромное количество там каких-то бюрократических запонов, припонов. И, в общем, для того, чтобы сделать удобную систему, наверняка прошли вот все те жернова, которые проходят любой бизнес в России. Я тебя должен разочаровать. В любой стране это делать бизнес сложно. Я думаю, что Италия... То есть здесь, ты считаешь, не сложнее, чем... Ну, слушай, я строю сейчас в Куршавелле во Франции два объекта, и строю один в Италии. Вот уровень бюрократизации, бюрократии там нисколько не лучше, такой же. Вот там, конечно, все правила более такие понятные, прозрачные и выполняются. Но и чиновники, наверное, не такие, так сказать, плохие, получше. Потому что там есть слово такое, как репутация, да, все-таки. А у нас кто за репутацию за эту волну? Потому что мне непонятно, как губернатор может брать вообще в руки 100 тысяч евро. Вот мне это вообще непонятно. Была там взятка, не была там взятка. Ты сейчас белыха имеешь. Да, я вообще не понимаю принцип, когда губернатор берет в руки наличные деньги иностранные, да. Потом он может что угодно говорить. Причем, ну, я, наверное, верю, что это не взятка, но как бы это сам принцип. Это настолько абсурдно. Ну, в конце концов, ну, заведи-то, скачай приложение Тинькофф за одну секунду, и там карточку открой, ну, переведи-то, и просто пальцем можно перевести. 100 тысяч евро, вот так, брум, плюм, ушло. Зачем брать в руки деньги? Человек вообще не думает о своей репутации, ну, нисколько, понимаешь? Это страна, где никто не хочет думать про свою репутацию. Вопрос в другом. Вопрос в том, что я согласна с тобой, что чиновник такого уровня в любом случае не должен брать такие суммы, независимо от взятка. Я считаю, что вообще в руки такие суммы нельзя брать. Я лично не держал 100 тысяч евро, но, наверное, лет 10. Нет, ты не права. Нет, ты безусловно. А зачем? Зачем? Есть банки, есть карточки, так сказать. Зачем брать в руки 100 тысяч евро? Ради чего? Для чего вообще? Вот в чем смысл этой операции? Нет, подожди секундочку. Вот я наличные деньги, как, знаете, вся страна в руки брала и даже храню, потому что я понимаю, что банки... Это тоже было очень странно. И я тебе помогал, если ты помнишь, когда тебя там конфликтовали. Потому что почему, условно, как тебе сказать, в нашей стране с ситуацией, когда банки были обанкрочены, если ты помнишь, в кризис, как бы у меня нет никакого, например, никакой уверенности, что завтра что-то случится, и все банки не объявят, что, вы знаете, временно мы не выдаем деньги, вот 100 тысяч рублей, там, вот сколько государство обязано, мы вам выдадим. А остальное, извините, пока не можно. В Швейцарске положи в сейфе, ты зачем хранить? Ну, слушай, все равно, мне кажется, что любовь к личным деньгам, она у россиян существует. Это какая-то твоя подушка безопасности, которая... У меня нету. Сейчас вопрос не в этом. Я хотела вернуться к губернатору и к этому кейсу. Смотри, я согласна с тобой, что неважно, взятка это или деньги, как говорит Белых на спонсорские нужды, такие деньги высокопоставленный чиновник в руки не должен брать. Но не кажется ли тебе аморальной именно та ситуация, что ловят всегда таких, как Белых, а не таких, как, условно, Турчак, который, понимаешь, доказанно отдает какие-то указания Прокашина и так далее? Или каких-то других губернаторов, которые взяточнее учат не меньше, но их никогда за одно место не ловят. Вот в этом есть некая аморальность ситуации, понимаешь? Наверное. Я от всего от этого устал и просто абстрагировал. Кстати, у меня бизнес лучше пошел. Я столько энергии... Абстрагировался от чего? От всего этого политического, вот этого, вот это вот, все это фейсбучное... Я перестал писать в фейсбуке, там, почитай меня пятилетней давности. Я там обличался. Просто из-за того, что это много негатива или ты понимаешь, что это бессмысленно? Ну, во-первых, я устал, у меня накопилась некая усталость, как и у всех, по-моему, к этому процессу. Ты обличал, ты имеешь в виду, власть ты обличал? Конечно, я там писал, что-то там. А сейчас, вот, смотри, у меня сейчас улыбка, да, так сказать, там, они... Ну, может, и страшно стало, слушай, столько пострадало людей из-за того, что они обличают? Ну, слушай, если люди, там, кто-то говорит, что им не страшно у тебя в интервью, я думаю, они идиоты. Страшно всем, понимаешь, и всегда. И, как бы, инстинкт самосохранения — это первый инстинкт, вот. Кто-то считает его почему-то вторым, вот, так сказать, размножение. Я бы сказал, что все-таки инстинкт сохранения жизни первый, а инстинкт размножения — он второй. Вот, поэтому, конечно, страшно, всем страшно, но это не основной мотив. Мой основной был мотив, что это непродуктивно, понимаешь? То есть я устал, у меня накопилась некая усталость. Потом я сейчас читаю, я перестал писать на фейсбуке, на твиттере, потому что... Инстаграм только фоточки делаю, вот единственное, где, пожалуйста, Олег Тиньков, инстаграм — это я. Остальное все, вот, пиар-службы что-то там лепят, там, карты продает, там, сказать, и ладно. То есть мне это все неинтересно. Вот эти вот либеральные бури там какие-то, там что-то в пост там поставили, там, как говоришь, турчак-мурчак. Мне вообще глубоко параллели. Как не интересно, ты сам начинаешь с того, что губернатор взятки берет. Согласна, очень плохо. Я не сказал, что он берет, причем, я не думаю, что он берет. Ну хорошо, наличные берет. Я говорю, что наличные в руки репутации. Но его ты упоминаешь, а других людей... Меня это не особо беспокоит, я это упомянул в кейсе, что нужно иметь карточку Тиньков, а не, так сказать, наличные деньги в кармане. А на экономический форум почему-то не ездишь. То есть я могу нативной рекламой здесь заниматься, я надеюсь. Ну мы же тратим твое время. На экономический форум отчасти по тем же самым, так сказать, причинам. То есть я не понимаю, зачем мне слушать одно и то же каждый год, и это ничего все равно не выполняется, и как бы... То есть я не вижу там какой-то смысл. С людьми, которыми мне нужно, я так встречаюсь. Вот. Меня никто не обязывает. Причем обяжут, поеду. Мне на Биулина позвонят, скажут, ты должен ехать, я поеду. А кто-то звонил из... Нет, никто не звонил. Вот. Поэтому... А есть какие-то выступления с форума, которые ты посмотрел вот с удовольствием, например? Вот с последнего. Да, конечно. Это что? Оливер Хьюз наш, там, была банковская сессия, и он там поспорил с почтой банком на предмет, что же будущее. Это очень смешно, рекомендую найти в Ютьюбе. Так сказать, Хьюз спорил, спорил, сказал, вы поймаете... Ну, там, с английским акцентом, с русским акцентом, с английским акцентом. Говорил, что, там, значит, вы все проспали, прошло землетрясение, там, сказать, клиенты все делают онлайн, там, туда-сюда. Он говорит, нет, он говорит, они никогда не пойдут ни в какую вашу почту, к этому почту-банку. Вы о чем вообще вы бредите? Все закрывают отделения во всем мире, вы их там строите зачем-то. В общем, была такая интересная дискуссия. Вот, эмоциональные улеры, конечно, там были другие банкиры, там еще Росбанк, еще что-то, они его, так сказать, зачморили там. Вот, там и сделан этот ролик. И потом такая тянется одинокая рука мальчика в конце. Он говорит, вы понимаете, молодежь не пойдет в ваши банки, им нужны такие, как мы, онлайн-банки. Кстати, мы сейчас третий банк в России после Сбера и Альфы по темпам роста, да, на рознице. Ну, по сути, мы и так уже третьим банком являемся, да, вот, и по доле рынка. По доле рынка, кредитник, как мы второй банк после Сбера. Вот, и как бы там все там над ним хихикали, мальчик тянет руку, он оказался, потом мы подошли, он оказался волонтер был там. Он говорит, извините, а можно я скажу, так уже закрывалась сессия, ну, это все есть опять, вот тут мне понравилась панель. А когда закрывалась эта сессия, модератор английской девушки сказал, ну, хорошо, давайте молодому все-таки дадим сказать. А он говорит, я не понимаю, о чем вы спорите здесь, он говорит, я студент Санкт-Петербургского университета, мне 19 лет. И мы все обслуживаемся в Тинькофф, и мы все ходим только в Тинькофф. То есть за сонный казачок хотя бы. Ну, это, конечно, все так подумали. Ну, вот это наше общество, да. А с Грефом ты смотрел панель? Нет. И, значит, короче говоря, он сказал, мы вообще все проспали, мы, все мои друзья, весь Ленинградский, Санкт-Петербургский университет, они все используются только Тинькоффом. Все, финал занавес. Понимаешь, вот это хорошо. Про Тинькофф мы поняли, что это самый лучший банк, и вообще... Если ты спросишь у своих операторов, которые молодые пришли, каким они банком пользуются, они тебе сейчас ответят. Вот, кстати, могу спросить. Вы каким? С Бером. Так, вы каким? Тинькофф. Тинькофф, вы каким? Серьезно? А вы? С Бер. С Бер. Ну, С Бер, нет, С Бер первый, конечно. Поэтому вернемся к панели с Грефа. Грефа, давайте. Мне очень понравилось другое выступление, как раз на этой панели выступал ректор Массачуссовского университета. Я не знаю, смотрел ты это от Отрывка или нет, где он за 10 минут объясняет очень наглядно, почему инновации в России невозможны. И говорит о том, что, собственно, русские люди придумывают иногда гораздо лучше, чем американцы. Приводит масса примеров, когда мы, русские, сбрели что-то первыми. Но так как мы не умеем это внедрять из-за полного отсутствия демократических институтов, системы, которые охраняют авторские права, системы свободы предпринимательства и творчества, то, собственно, мы все время приезжаем, мы, имеется в виду русские, к нему в Массачуссовский университет и спрашиваем, что, ребят, а как вот инновации внедрить? И как он говорит, я все время говорю русским студентам, и вот Грефу, который тоже приезжал, что, ребят, вы все время хотите молоко без коровы. Так не бывает. Молоко продается вместе с коровой. Как только у вас появится другая система, координат, демократические институты, тогда пойдет и молоко. Вот ты с этим, в принципе, согласен? Ты считаешь, что в России инновации в ближайшее время невозможны, и вся вот эта условная история Сколково и прочих вещей, она все равно не сработает вот в тех условиях, в которых мы все сейчас существуем? Ну, безусловно. В рамках страны нет, я с ним полностью согласен. Я не верю в насаждение сверху такое, да, этой культуры, действительно, бездемократичности, потому что только в абсолютной свободе может происходить то, что происходит в США. Ну, заметь, США такая одна страна, где это происходит. Больше других примеров-то, по сути, и нет. Ну, Англия там, с кем-то там, с Канадой, не знаю. Вот. Уже и в Европе с этим хуже, и с инновациями, и со свободами, и с либеральными ценностями. А в России совсем плохо. Конечно же, я согласен, что в России это невозможно, и никакие Сколково, и ничего, это все профанаты. Что тогда надо делать? И потемкинские деревни. Что надо делать с точки зрения бизнеса? Вот ты предприниматель, в нашей стране уезжать не собираешься, и считаешь, что бизнес для тебя возможен только тот. Конечно, но здесь намного больше денег заработают. Хорошо, а что тогда дальше здесь делать? Вот ты сам говорил в интервью, ближайшие 10 лет будет долгий кризис. Да. Что делать-то в этот кризис? Смотри, продолжаю свою мысль. Я согласен с тем, что здесь инновации на государственном уровне невозможны, и как бы внедрение инноваций. Но я согласен с тем, что в определенных частных компаниях, в которых ты сейчас находишься, если ты потратила время и посмотрела на лица, на возраст, на то, как одеты эти сотрудники, и на то, что у них на мониторах, ты понимаешь, что это не совсем банк. Это все-таки такая продвинутая, и я очень горд атмосферой, которая здесь, IT-компания. Почему? Потому что здесь есть демократия, потому что я отношусь к своим сотрудникам не как к быдлу, а как к хорошим, умным российским ребятам. Я горжусь, потому что они очень умные, они сильно умнее меня, они сильно образованнее меня и так далее. Я даю им творить, и, соответственно, они тут творят. Тут эта рыба гниет с головы, мы все знаем. Поэтому там, где руководители дают это делать, там Аркадий Волош в Яндексе, Дима Гришин, который только что это писал без секрета, в Mail.ru. Кстати, Mail.ru пошел в Америку, там, My.com, и у них там отличные результаты. Они сами в шоке, там, у них, так сказать, Gmail к ним люди переходят на My.com, игры играют, там, прибыль первая. То есть это будет такое оазисное развитие. Правильно я понимаю твою прогрессию? Да, я считаю, что есть компании, и будут компании, где вот есть такие, так сказать, предназначения. Опять же, Касперский, здание которого мы находимся, нам принадлежит. Одна из крупнейших, это мало кто понимает, одна из крупнейших антиспамовых компаний мира. Вторая. Мы крупнейший онлайн-банк в мире. Это тоже мало кто понимает. 5 миллионов клиентов. Мы самый номер один в мире банк, диджитал-банк. То есть это факт. То есть все у нас есть, просто, так сказать, нужно уметь это найти и гордиться этим. Хорошо, гордиться. И можно это делать, понимаете? Хорошо, прогноз. 10 лет. Все-таки ты, как банкир, должен уметь делать не только краткосрочные кредиты и прогнозы, но и долгосрочные. Вот какой прогноз? Понятно, что мы сильно привязаны к нефтяной цене. Понятно, что, ну вот, сейчас она чуть-чуть подросла, может опять в любой момент рухнуть. Долгие прогнозы негативные, связанные с нефтью. Что, как бы, ресурсная экономика будет только дешеветь, а наоборот технологии будут, как бы, эту цену еще больше демпинговать. Как вот в такой ситуации выживать эти 10 лет? И какой твой прогноз для России на ближайший, вот такой, десятилетний рубеж? Десятилетний мне трудно дать прогноз, тем более в России, потому что Россия, так сказать, нам всякие... Ну что, это будет какая-то революционная ситуация? Голод или стагнация постепенно? Я позитивист такой, я верю в то, что будет все хорошо. Я, в отличие от дождя, реально являюсь оптимистом, потому что меня очень смущает... А ты что, ты считаешь, что дождь-то не является... Смотри, я объясняю, почему я не смотрю дождь, да? Мелкая месть Винокурову за то, что обогнал тебя в велогонке. Знаешь, вот давай сейчас. Ну, давай так скажем, я это могу публично заявить. Винокуров, это, должен очень долго и упорно тренироваться, чтобы меня где-то обогнать, да? Ну, это смешно априори. Может, он меня оббежать, наверное, может, он бегает хорошо. С чего это дождь пессимистичный канал? Да, вот, потому что у вас, не знаю, оптимистик ченнел. Но когда я включаю иногда в Италии, потому что у меня там картины ТВ, в России меня нет, не подключено, слава богу. Вот, так сказать, там все вот это, вот это вот там лобков, там какое-то все. Так правда, пессимистично, прости, Олег. Ну, дайте оптимизм, вы же оптимистик ченнел. Подожди секундочку, где ее взять? Я понимаю, что Синдеева хотела сыграть и стать новым Эрнстом на вот этом Навальном движении, там, но она проиграла эту большую, так сказать, ставку. Ну, уже успокойся, уже поменяйся. Ну, во-первых, еще не вечер, еще не факт, что проиграла. Вот это вот оппозиционщина, вот это вот включаешь, там такая вообще там, эхо Москвы, наверное, я его просто тоже не слушаю. Там аэроссадник, эти самые, межпуха сидит, да, там сказать. А вот тебе не стыдно это говорить, ты же сам ходил на Болотное. Вот как тебе не стыдно после того, как... Ну, по молодости все так и не сделаешь. Какой молодости? Это три года назад было, двенадцатый год. Болотный все-таки я был четыре года назад. Ну, четыре года назад. Вот, и после этого, когда я сходил, и я понял, что ничего не поменялось, я прекратил. Это мой был последний, так сказать, политический акт. Я сходил, конечно же, на Болотное. Ну, значит, надежда-то была. Сейчас просто надежды этой не стало. Сейчас нету надежды никакой. Ну, вот зачем же тогда, прости, говорить плохие вещи про людей, которые по-прежнему надеются? Ты не надеешься, может, и я не надеюсь, но остались люди, которые в это верят еще? Возможность перемен. Слоган тогда поменяйте, оптимистик ченнел. Ну, я оптимистик. Хорошо, дай нам три, вот будь сам Эрнстом, дай нам три оптимистичные повестки для российского телевидения. Я считаю, что... О чем говорить можно оптимистично сегодня? Я считаю, что... Кроме банка Тинькофф, конечно. Да, ну, это вообще понятно, лучшее в мире. Вот, а что касается российская женщина, кстати... Ну, причем не женщина. Три темы, которые вызывают оптимизм в России. Вот назови, пожалуйста. Назови. Российская женщина рожает нам каждый день самых талантливых людей в мире. Российские ребята. Вот поверь мне просто... Это что вообще за общие фразы в духе советских каких-то этих? Что значит российская женщина рожает талантливых? Где эти таланты? Где ты видел, что она... Ну, или ты... Давай тогда ты будешь говорить, а я буду молчать. Что за оптимистичная повестка, что российская женщина рожает самых талантливых людей? Это что? Это конкретно какие-то из примеров? Потому что human resource factor, это очень важно для страны. У нас... Почему считаешь, что здесь она рожает более талантливых детей, чем в Англии, в Америке или где-то еще? Статистику, посмотри, людей, которые чего-то добиваются или получают высшее образование в лучших университетах. Смотри, евреи считают, что они самые талантливые, армяне тоже. То есть, да? Вот. А почему-то... А я считаю, что русские самые талантливые. Понимаешь? Вот я так считаю. Нет, это считать можно. Ну, смотри, когда мы говорим, что банк Тинькофф один из двух прибыльных банков в этом году, я опираюсь на цифры. Мне может банк Тинькофф нравится, и ты можешь нравиться, может не нравиться. Ну, это факт. Вот я открываю статистику и смотрю. А дальше я открываю статистику тоже, она есть, и смотрю. А сколько у нас нобелевских лауреатов русских в этом году? А сколько у нас учеников из России с русским паспортом, поступивших в лучшую десятку университетов мира? Эта статистика гораздо хуже, чем поступивших китайцев, например. И нобелевских лауреатов у нас. А цитируемость нашей Академии Наук в десятки раз ниже, например, там, всех этих научных исследовательских центров Америки. Слушай, ты меня можешь убеждать до утра в том, что... Нет, ну ты же человек цифр, Олег. Да, в том, что у нас плохие кадры, я это вижу. Потому что мы построили самый лучший банк благодаря в мире, благодаря русским людям. Потому что у нас лучшие разработчики, лучшие программисты, лучшие аналитики. И лучшие до сих пор еще физико-математические институты. Но это странное, оптимистичное... Ты просто начал говорить об оптимистичной повестке. Да, потому что у нас много... То есть нам надо показывать рожающих женщин, которые будут рассказывать о том, как они рожают самых талантливых детей. Правильно я понимаю? У нас, да. Что еще? У нас рождается много талантливых людей. Это очень много, это очень относительная категория и очень общая фраза. Ну, не меньше, чем твоих любимых евреев и армян. Ну, за последнее время родился Сергей Брин, вот Тиньков родился в нашей стране. Ну, там много кто родился. Касперский родился, еще несколько человек. Много кто родился, поверь мне, в нашей стране. И люди эти сейчас занимают в мировой, так сказать, табеле о рангах серьезные позиции. Дело не в этом. Ну, гордиться, извини, тем, что кто-то рождается, это, в принципе, процесс естественный. Это происходит во всем мире. Это такой повод для гордости, ну, согласись, не тот же самый, что гордиться, что мы изобрели Эппл или спасли человечество от рака. Давай какой-нибудь еще. Мы много чего изобрели, на самом деле. Хорошо, еще две темы оптимистичной повестки современной России, кроме того, что женщины много рожают талантливых людей. Не буду даже спорить. Давай еще два пункта. Почему два? Может, у меня их и 22, я не знаю. Ну, хотя бы два. Дай нам вот. В России легче всего заниматься бизнесом. Как бы парадоксально это ни звучало, и абсолютно шоково на канале «Дождь». Понимаешь, в России легче всего. Я это утверждаю, потому что я жил в США 6 лет. Я прожил в Италии в совокупности несколько лет, потому что я там провожу июль-август каждого года. Вот. И я бываю часто во Франции. Как минимум, эти три страны мной полностью изучены, и там я строю, делаю бизнес. Теперь задам ключевой вопрос. У нас намного проще заниматься бизнесом. Защит чего? Ну, слушай, не знаю, защит всего. Вот это очень важно. У нас нет конкуренции, потому что. Вот. У нас нет конкуренции. То есть... Ну что, это плохо? Нет. Это ты сейчас говоришь примерно следующее. Да. В царстве слепых циклоп будет королем. Правда? У нас настолько маленькая предпринимательская инициатива, что действительно у нас легко заниматься бизнесом, потому что мало кто им занимается. И, конечно, любой человек, который проявляет хоть какую-то активность в нашей стране, тут же достигает очень многого. Но это не потому, что у нас прекрасный бизнес-климат, а это потому, что в стране слепых циклоп всегда король. Слушай, нигде нет прекрасного бизнес-климата. Очнитесь. Что за какие-то пустые разговоры? Нигде нет прекрасного бизнес-климата. Ну, вот США – это единственная страна, которая идеал. Мы давайте уберем эталон. Убрали эталон, а потом все, начинается обычная жизнь. Нигде нет прекрасного бизнес-климата. Везде бизнесмену нужно сражаться, пробиваться, терять деньги, банкротиться. Сплошь и рядом. Попробуйте сделать бизнес в Италии. Это кошмар. Попробуйте сделать во Франции. Попробуйте сделать бизнес в Англии. Очень сложно. У меня дети сейчас там подросли, дочка закончила университет в этом году. Ну, там, слушай, я пытался, говорю, может, как-то? Она говорит, папа, там, ну все, все ниши заняты, все очень сложно. Поэтому в России отсутствие конкуренции. И мой позитив, что здесь можно зарабатывать деньги хорошие, понимаешь? Вот взял так, собрал какой-то телеканал на этих, на трех этих, с кухни, я помню, там даже вещали, по-моему, и его смотрят. Ну, очень смешно. То есть это вообще нет конкуренции. Попробуйте телеканал открыть в Америке. Ну, там смотреть вас не будет, да? А здесь, пожалуйста. Ну, там и закрывать не будут. В этом, знаешь, тоже проблема. Наверное, не знаю. Третий позитивный пункт повестки. Ну, соответственно, на мой взгляд, легкость зарабатывания денег и огромный рынок. Ну, это уже было. Ну, я говорю, это второе. Ну, еще надо... Ну, скребем по суставам третий. Ну, чтобы все-таки был огромный, так сказать, что это огромный рынок, да? Все-таки большой 140 миллионов. Третий, это прекрасная страна. Это страна, которая... Красивая страна, в котором я говорю на своем родном языке. То есть красота российских березок. Вот это надо показывать, позитивную повестку. Мне тоже. Ну, ты считаешь, что вот об этом вот раз вышел, поле снял, показал и сразу тебе рейтинг и оптимистик ченнел. Мы же об этом начали рассказать, что оптимин... Показывают митинги каких-то навальных, кашиных, вот все вот это, Собчак со своими программами, березки и озеро Байкал. И я бы Камчатку еще показал. Камчатку бы показали, но там дети тонут. Тоже уже, понимаешь, не позитивная повестка. Дети тонут, я думаю, везде, понимаешь. И поэтому, ну, Капчатка на самом деле красивое, офигенное место. Ну, везде амбудсмен Астахов потом говорит, как вы поплавали, понимаешь? Не знаю, я не слышал, что вы говорили. Или уходит после этого в отставку. Я тебе дам видео. Слушай, я думаю, что идиоты-чиновники есть в любой стране, да? Поэтому... Тебе не кажется, что у нас их больше? Не замерял, не знаю. Но, не знаю, мне кажется, что тут все достаточно позитивно. Если я смотрю, что было в России там 10 лет назад и сейчас, мне очень нравится, что происходит. Сейчас все стало намного как-то лучше и позитивнее. Тогда вообще там убивали, стреляли, так сказать, и как бы... И так далее, и так далее. В одном из интервью ты говорил, что 80% бизнеса в России построено на административном ресурсе, связях, преференциях. И только 20% бизнесменов — это трудяги, как ты выразился, муравьи. Это соотношение как-то поменялось из-за кризиса? Или ты по-прежнему считаешь, что вот оно такое? Я думаю, да. Потому что все-таки в кризис многие вот эти легкие деньги ушли, так сказать. И становится все больше и больше людей, которые действительно своим трудом зарабатывают и выплывают. Ну, я, опять же, я же замеры не делаю. И 80, там, 20, это такие какие-то абстракты. Ну, хорошо, давай конкретно. Вот цена кэша после действий ЦБ на сколько повысилась в России? Я не знаю. Я не занимаюсь кэшем, и не покупал его, и не продавал. Поэтому это не ко мне вопрос. Не знаю. Хорошо, ты строишь такой достаточно прогрессивный бизнес, интернет-бизнес. Люди все могут делать дистанционно. При этом ты открыл Тинькофф Страхование. Но это же при этом очень консервативный такой рынок. У нас люди, поцарапавшие бампер, всегда все равно вызывают ГИБДД и создают пробку, боясь при этом там оформить аварию по европротоколу. Зачем тебе вот входить в такую консервативную историю? Это онлайн. Мы же не любим заходить так, как это было, или так, как это делали все. Мы хотим делать это все, и начинаем это делать тоже онлайн. Это будет онлайн страхование. То есть человек будет иметь, ну, уже имеет на сегодня возможность на нашем сайте застраховать любой автомобиль, и ОСАГО, и КАСКО, и так далее, так далее. Конечно же, наверное, при авариях, там, ему нужно все равно вызывать, там, так сказать, сотрудника милиции и так далее. Но это уже вторая часть. Мы все-таки предоставляем, вот там очень много позитивов сейчас люди пишут, и я все отзывы читаю, стараюсь читать. Вот. Стоит он в консульстве, визу не дают, потому что нет страховки. Он с телефона зашел, купил, ему тут же пришла, электрон показал, ему в Англии там визу поставили. То есть мы про онлайн страхование. То есть мы страхуем прямо с телефона, с компьютера, не отходя. И это очень удобно. И мы, я считаю, решаем огромные нужды людей и удовлетворяем очень серьезные, такие, так сказать, потребительские какие-то функции. Для нас это очень важно. Страхование, конечно, рынок, в отличие от банкинга, достаточно запущенный. Там еще много чего нужно чистить и вычищать. Вот. Но, тем не менее, он куда-то развивается. И я надеюсь, что через лет пять он будет более или менее уже такой интересный. Ну, там еще рано. Слушай, а как ты думаешь, вот как мы вообще пришли к ситуации, что мы живем сегодня в таком мире, где, в общем, личные человеческие данные, которые охранялись раньше конституциями всех стран, там, вокруг законов после сентября 2011 года в Америке была огромная дискуссия, что вот это посягательство, эти законы посягают на личное пространство каждого человека. Вот прошло, условно, 10 лет, да, там, чуть больше. Мы в 16-м году. Вот как мы докатились до такого мира, когда человек сам про себя рассказывает такое количество личной информации и дает ее тебе, Фейсбуку, там, не знаю, Инстаграму, соцсетям. В общем, ты же, как вот банк, ты отслеживаешь, ну, вполне легально любую информацию о своих клиентах, ее собираешь, предлагаешь услуги, которые ты видишь тому или иному клиенту по его поведению нужны. Там, Инстаграм под это подбирает рекламу, дает тебе, видя, что ты гуляешь. Да, да, бигдата, это они ничего называют. Как бы, когда люди стали с радостью рассказывать о своей жизни вообще все. Вот как ты к этому вообще процессу относишься? Я позитивно, потому что мы можем лучше, так сказать, скорить, принимать лучше кредитные решения, точнее, потому что это статистика, и мы все решения в цифровом банке принимаем на основе статистики. Тебя не пугает вот эта глобальная, с философской точки зрения, такая открытость всех перед всеми? Я вообще не понял, я сказал, я жил долго в Америке, и когда я приехал в США в 93-м году и пересек границу, я понял, что слово «прайвеси» его можно забыть. Там есть «прайвеси» в таком физическом смысле, даже когда стоят в очереди в «Старбакс», ты заметил, между американцами метр, да? Вот это «прайвеси» — это у них такое личное пространство, да? А с точки зрения персональных данных, в российской коннотации это называется, это вообще можно расслабиться, потому что как только ты получаешь «социал секьюрити номер», то есть просто ты забиваешь его, ты получаешь под человека все. И я к этому лично отношусь очень спокойно и понимаю, что про меня все есть, и я вот… я стараюсь писать в e-mail'ах и говорить по телефону то, что я понимаю, что это вот все могут читать и все могут видеть. Я про это вообще не парюсь. И я вот противник всех вот этих телеграммов, там, шифрований, там, ватсапов, там. Я считаю, что это полный бред, что-то там шифроваться, там. Люди хотят иметь свое личное пространство, где они работают. Ну, они нужны, ради бога, господи. Вот там прям все ФСБ кинулось читать, там, девушки друг друга там пишут про олигархов, про мальчиков или что, или мальчики про девушки. Ну, это смешно же, потому что никому это вообще не нужно. Потом нужно понимать, что массивы информации, про которые мы говорим, это терабайты информации, и это цифры, да. То есть могу ли я, там, так сказать, принять решение по конкретно тебе, какое-то кредитное? Могу. Но для нас-то набор цифр. И мои вот эти сотрудники, которых ты видишь… Вот, кстати, вот он стоит, он один из тех, кто занимается бигдатой как раз, Кирилл. Вот. Он же не видит Ксению Собчаку, он видит какой-то набор цифр. И он говорит, вот этому набору цифр я могу присвоить вот такой кредитный лимит. То есть я ей дам тысячу рублей вместо двух тысяч. Или вот этому набору цифр я покажу вот такую рекламу. Или вот этому набору цифр я, так сказать, там покажу вот такую рекламу. Но это все обезличено, и это на таких масштабах, то есть не может наш сотрудник или сотрудник там Гугла, или сотрудник там еще чего-то там понимать, кто это. Это просто какие-то… это цифры. То есть и бояться никому это не нужно. Как ты добиваешься вот при очень рискованном, в принципе, бизнесе, такого краткосрочного кредитования, да, такого моментального, как ты добиваешься таких достаточно хороших показателей? Я посмотрела возврат кредитов. То есть вот у тебя какое-то свое ноу-хау, некая система, потому что у тебя достаточно высокий, там более 40 процентов. Быстро – это хорошее. Самое мое наблюдение такое, что самый успешный бизнес – это тот бизнес, когда клиент ощущает, что он поимел продукт. А когда обратная ситуация – это плохой бизнес у человека. То есть когда человек думает, что его поимели, обычно эти бизнесы плохо заканчиваются. То, что наши потребители, и ты, наверное, думают, что они нас поимели, и они так быстро получили, и так далее, и так далее, очень хорошо для нас. Это для нас некий маркетинговый такой, так сказать, сейл, питч такой. То есть, ну да, быстро. Быстро – это не значит всем подряд. Мы одобряем порядка 20% только заявок от поступающих. Да, у нас много заявок, другой вопрос. Потом мы их быстро анализируем. Это тоже быстро. И вот, как ты говоришь, мы на ходу там собираем, и берем данные из соцгемы, из социальных сетей и так далее. Ну, сверяете фотографии, у вас там большая сложность. Мы много что делаем, но это уже на более, тоже на этапе верификации, доставки карты там, так сказать. Мы все это делаем в онлайне и пытаемся быстро это делать. То есть это, давай так, для клиента это выглядит просто и быстро, но на самом деле за этим стоит серьезная аналитическая работа. То есть это, что называется, быть и казаться – это две разные вещи. Это не просто мы взяли и раздали. Те, кто раздавал, и такие были, они вот, мы их сейчас видим, там, раны залезают. Слушай, еще я посмотрела твое интервью. Ты вот как-то несколько раз все время пытался, то, что называется, как-то подколоть или как-то уязвить банк открытия. И лично Вадима Беляева в связи с той сделкой, которой ты хвастался, что ты как бы принес ему, на самом деле пытаясь помочь ребятам. И считаешь, что, в общем, через какое-то время эти ребята из Рос... Как этот банк-то назывался? Рокет. Рокет. Рокет-банк. Кинут в него смузи. Мне кажется, они уже кинули. Нет? Я не знаю, я сомневаюсь, что они же там работают. Почему вот у тебя такое отношение к твоему конкуренту банк открытия? У меня, кстати, ко всем конкурентам очень плохое отношение. Неправда. К Альфа-банку и Фридману, вот открой любое твое интервью, ты восхищаешься постоянно. Почему вот ты Фридманом восхищаешься и банком Альфа-банк, а Беляевым и открытием не восхищаешься? Ну, я не считаю, что открытие – это банк, прежде всего. А что это? Ну, на мой взгляд, это некий фонд. Хедж-фонд. В чем отличие в твоем понимании? Ну, мы сейчас в дебри уйдем. Ну, для блондинки объясни в двух словах. Почему это не банк? Ну, потому что банк – это организация, которая берет деньги у кого-то и раздает их еще кому-то. И зарабатывается в працах. Да, зарабатывается в працах. А чем занимается на твое открытие? Открытие – там у них много, так сказать, какие-то репо, какие-то облигации, покупка государственных облигаций, выстраивание бесконечных пирамид репо, какие-то там скупка и так далее. То есть это какие-то мутные дела, на твой взгляд? Они, может, не мутные, но это как в лучшем случае. Это инвестиционный бэнкинг, это в лучшем случае. А в худшем случае это просто фонд. Но это не говорит о том, что это плохо, наверное, это хорошо, но это не банк в понимании банка, да? То есть это у него там какие-то, так сказать, свои там понимания, так сказать, прекрасные. И для того, чтобы у тебя был этот инвестиционный портфель и, в общем, возможность вкладывать, ты же должен эти деньги получать и зарабатывать. Ну, у него какие-то там есть депозиты, он, говорит, санирует там бесконечное количество банков и так далее. Ну, то есть он занимается финансовыми какими-то операциями. То есть он, и я причем думаю, он гений. И, наверное, один из лучших в России финансовых таких, так сказать, построителей схем, да? Я не сказал, что он делает что-то незаконное, обрати внимание. Я думаю... То есть махинатором пока не назвал. Да, я думаю, он в рамках закона грамотно вычитывает. Я думаю, я не знаю, он хороший юрист, при этом он достаточно талантливый финансист. И как бы он на стыке, как бы, так сказать, вот этой юридической истории и финансовой, он что-то там делает. Ну, почему ты так злорадствовал, что ты подложил ему троянского коня? Не, ну, он просто там пытается и пытался, там, скажем, конкурировать с нами на розе, что немножко смешно, на мой взгляд, потому что это вообще не его конек. Это примерно как я бы пошел сейчас там пирамиды Репо строить, да, так сказать. Это примерно, ну, так. Я думаю, что у меня в желобе такое же фиаско, как и его ожидает, на мой взгляд, на рынке карточек, да? Потому что, ну, все-таки я считаю, что сфокусированность – это очень важно, да? И очень важно понимать, что ты делаешь. А вот делать все подряд – это не бывает. То есть фокус очень важен в нашем бизнесе и понимание того, что ты делаешь. Но, подчеркну, при этом Вадим является очень талантливым парнем, и он как бы сильно богаче меня, при этом больше сильно меня зарабатывает. Вот. А тот личностный выпад был очень прост. Там в какой-то момент они просто стали пылесосить у нас много кадров. То есть они там, так сказать, у нас вообще… Ну, это же тоже конкуренция здоровая, кто больше платит у кого больше. Ну, есть здоровая, есть нездоровая. Я считаю, это здоровая, когда там в один банк… Ну, как? Ну, слушай, если ты хороший руководитель, который так любит своих сотрудников и считает их талантливее из себя, они вряд ли уйдут, согласись. А у меня, кстати, очень низкая текучка. Ты сам говоришь, пылесосил кадры. За счет чего? Ну, пылесосил или пытался пылесосить. Это же там как бы там… Ну, не знаю, там, может быть, два ушло человека, из 20 которых попытались. А ты никогда никого не переманивал ни откуда? Я такими вещами вообще не занимаюсь. Мы просто на рынке, и я думаю, что рандомно… Ну, например, если от тебя уходит один человек там в один банк, один в другой, один в третий, я это допускаю. Но когда один банк начинает целенаправленно звонить всем твоим топ-менеджерам… И такие у меня ситуации были. Вот. И потом… Именно из-за открытия? Ну, в частности, да. И там, например… А из каких еще? Ну, еще из каких-то звонили. Много было таких попыток. Там, в свое время, вот этот, он еще по-другому, он «Лето-банк» назывался, «Почта-банк». Ну, то есть все пытаются почему-то, так сказать, по простому пути пойти. Сейчас мы всех у него перекупим. Тинькофф что-то там развивается, такой умный, у него там люди. Сейчас мы всех их перекупим. Но это же такая, на мой взгляд, это очень слабая позиция. Бойко сейчас Олег этим занимается, кстати, твой друг. Там пытается постоянно у меня там, украл юриста, еще каких-то людей. Сейчас там пытаются прям массово у меня перемаять. Они все пытаются, понимаешь, российский такой подход на чужом, как там, горбу в рай заехать. Ну, это же пораженческая позиция. Потому что я верю в то, что компания – это, конечно, какая метафизика. Есть вот лидер, и потом есть команда, да, и есть вот что-то… Вот если выдергивать оттуда какой-то вот один бриллиант даже, он уже не… Или как мне Фридман твой сказал, в интервью есть такая книга «Человек-место». Вот есть такая книга. Или он мне в интервью, мне в личной беседе сказал. Он сказал, прочитай ее, прочитай. Вот «Человек-место». То есть он в этом месте, он блестит, а вот сюда его он уже не блестит. Поэтому вот это вот очень лузерская, на мой взгляд, позиция, пытаться переманить хороших людей, а то и группу людей, какую-то команду, да, где-то к себе, и потом это типа у них заработает. Понимаешь? Ну, это так не работает. На твой взгляд, где ты блестишь лучше всего? Ты ведь блестел в разных местах. Я сам? В пельменях Дарья, и в пивзаводе, и все это удачно продавал, но без бриллианта там тоже переставало блестеть со временем. Ты лично, Олег Теньков… Ну, соответственно, зато, когда я там продал… Ты лично, Олег Теньков, где блестишь, на твой собственный взгляд, лучше всего? Не знаю, я про это не думал. То есть я никогда так не думаю про себя сильно много. Зачем? Это мозг твой разрушает. Где я там блещу, это пускай другие судят. Но ты сам как себе, ты же должен себя адекватно оценивать. Какая твоя самая сильная сторона, и в чем ты раскрываешься лучше всего? Моя самая сильная сторона, на мой взгляд, что я умею какую-то долгосрочную стратегию, так сказать, делать. Потому что если я что-то делаю, я фокусируюсь и делаю это, а не метаюсь. Это одна из моих сильных сторон, на мой взгляд. И я, конечно, в общем и целом достаточно трудоспособный. То есть я много работаю, понимаешь? Я не ленивый. Но это мне там дал отчасти велоспорт, отчасти врожденные качества, наверное. То есть я люблю работать, работаю много. И как бы я понимаю, что быстро денег не заработать. Тогда, а сейчас тем более. А вот эти вот подходы, сейчас мы быстро там, тема, вот это, знаешь, слово «тема», у нас есть тема. Сейчас мы чего-то слепим, так сказать, и что-то быстро как-то заработаем, я сразу подальше от этих людей. Потому что это не бывает. Быстро не бывает. Скажи, ты человек склонный к самолюбованию? Ну, я не знаю, мне трудно сказать. Ну вот в начале интервью ты сказал, что... Скажу «да», тебе это устраивает? «Да», склонен к самолюбованию. Ты считаешь, что это своим самым нарциссизмом недостатком? Нет, я вообще это недостатком не считаю. Я считаю, что это... Тебе не кажется, что когда женщина занимается самолюбованием, это еще, ну, как-то... Мне не кажется. Может вызвать улыбку. А когда мужчина слишком занят самолюбованием, это... Ну, я не знаю, что значит самолюбованием, так сказать. Я там себя там селфи не делаю, так сказать, там... Ну, слушай, самолюбование все-таки бывает. Или что-то там еще там... Более сложным. Ну, сложно, не знаю. Я вообще считаю, что амбиции — это хорошо, да. Амбиции, в моем понимании, это глубоко позитивное, так сказать, слово. И я понимаю, что амбиции в российском обществе — это негативное. Но ты сам себя считаешь самым умным, самым сексуальным, самым успешным, самым прекрасным. Тебе... Вот ты живешь в этом ощущении? Ну, если бы я так считал, я бы... Наверное, мне нужно было бы обратиться в дурдом, сходить на жильководство. Ну, почему? Ну, многие люди, которые с тобой общаются, в том числе и твои друзья, которые к тебе хорошо относятся, говорят, что это в тебе очень ярко выражено. Вот такое в тебе есть, ну, скажем так, да, самолюбование. Поэтому я об этом тебя спросила. Не знаю. Мне, значит, это помогает. Но я, слушай, я успешный человек. Все, что я делал, у меня везде был успех, да. И, ну, я это все делал своим трудом, понимаешь? И я, как бы, горд тем, что я делаю и как я делаю. Я умею подбирать команды, я умею подбирать людей. Я умею выбирать бизнесы, так сказать. Я умею строить бизнесы. Я ни одну копейку не украл. Все свои деньги я сам заработал, так сказать. Я примерно понимаю, так сказать, себя в системе координат, там, так сказать, с точки зрения, как я выгляжу как мужчина, да. То есть мне бог миловал и рост, там, так сказать, и вес, и цвет глаз. И в этом смысле у меня нет... Я считаю, в общем-то, человек без комплексов в этом смысле. Кстати, многие ребята, там, кого-то на сегодня говорили, про кого-то не говорили. Их проблема, что у них все-таки комплексы есть, да. И они эти комплексы, потом я их вижу. Ну, слушай, у всех людей, кто заработал большие деньги, у всех есть комплексы, да. Наверное. Мне кажется... У тебя просто... Я могу, так сказать, ошибаться, конечно же, что у меня нет комплексов. То есть у меня как-то я вот спокойно. Поэтому... Понимаешь, когда у человека нет комплексов, это тоже комплекс. Наверное, да, согласен. Но, тем не менее, кому так кажется, потому что они думают, что-то он такой прям вот, может, так сказать. Ну, потому что я так себя чувствую, и у меня нет вот каких-то проблем. Ну, ты нарцисс просто. Ты очень себя любишь. Себя самоощупить. Мне кажется, что это тоже же в каком-то смысле. А почему это негативно? Ну, слушай, я не знаю. Не то, что я не могу давать оценок, но вот с женской точки зрения я могу сказать точно, что нравится вот женщинам в основном, вот я сижу в женской компании, нравятся мужчины, которые обладают невероятной внутренней силой и заслугами, и успехом, но при этом они как бы не стремятся быть в центре внимания. Они как бы такие серые кардиналы, они умеют создать и властно все рулить вокруг себя, но они не бегут на сцену. Вот бежать на сцену – это женская черта. И есть мужчины, которые хотят быть на сцене. Чичваркин, Полонский, ты. Потому что вот Фридман, он же не хочет. Он на сцене, но он на другой сцене. Понимаешь? Он сидит в царской ложе. А на сцене происходят какие-то там в его бизнесе истории, которыми он манкулирует. Ты же чувствуешь сам эту разницу условно между людьми психологического типа? Что меня радует, я в этом очень, как это правильно сказать, господи, слово, крутится. Это для меня естественно, понимаешь? Я не борюсь с собой. Я не толкаю себя на эту сцену, и в то же время я себя не удерживаю. Что естественно, то не безобразие. Это для меня совершенно естественное состояние. У меня же нет плана. Вот я проснулся утром, думаю, так, как бы мне сегодня кого-нибудь эпатировать, или как бы мне вылезть на сцену. Нет, ты себя так чувствуешь. Это я так живу. Ты рожден для сцен. Слушай, мы разные люди все. И я такой. Зачем мне с собой бороться? Я в этом очень... Я органичен, вот слово. Это для меня органичное мое состояние, понимаешь? Если я кому-то не нравлюсь, и кого-то раздражает, это отлично. И как бы флаком руки. Меня раздражают вот такие, которые там молчат, что-то сидят в углу там, понимаешь? Щеки дуют. Ой, у меня так вызывает такое вообще уважение. Ну, все мы разные, понимаешь? Он носит тайну в себе какую-то. Если есть что носить, конечно. Наверное. Последний вопрос. Твои дети проходят, я так понимаю, стажировку в твоем банке, учатся, и, в общем, ты их привлекаешь к бизнесу с самого их там молодых лет. Тебе нравится вот эта концепция, когда дети должны с нуля пройти весь путь? Считаешь ли ты, как, может быть, Михаил Фридман, которого ты часто упоминаешь в своих интервью, что не надо оставлять детям наследство? И вообще вот твой подход к этому. Ты все-таки уже имеешь большой капитал и наверняка думал о том, как воспитывать в каком ключе своих детей. Да, у меня два сына здесь. Один, вот сейчас мы Snapchat и Galaxy. Оказалось, первый бренд в России, кто его завел. Никого не было, представляешь? А это, я считаю, что штука, которая сметет фейсбук, на мой взгляд. Вот. Это мой Рома, 13-летний. Он здесь сидит, он там перископ ведет, он социальными сетями занимается. А постарше, он там, у меня мобильное предложение. Сейчас разрабатывает Тинькофф Family Banking. То есть это отцу. Он мне все время приходил, папа, почему у меня есть дополнительная карта, я не могу пользоваться приложением. Я говорю, ну, потому что у нас предусмотрено, что только владелец основного счета может иметь пользоваться приложением. Он мне, ну, я говорю, давай сделай. Вот он сейчас здесь на полтора месяца, и он сейчас пишет, сам программирует, его, так сказать, он делает Family Banking. То есть теперь дети могут, ну, будут иметь возможность, там, с сентября надо, пользоваться мобильным приложением нашего банка с дополнительной картой. Для меня это очень важно, чтобы они почувствовали с детства, что деньги важно зарабатывать, они, так сказать, с неба не падают. Вот. Летают они у меня экономическим классом, несмотря на то, что я сам летаю на своем Falcon 7X, так сказать, да. То есть они летают у меня экономом, между прочим. Я им не даю самолет. Вот. А ты зачем летаешь на Falcon 7X? Потому что мне нравится. Потому что у меня есть деньги, такая возможность есть. Это самый лучший, на мой взгляд, самолет. Самый быстрый, самый красивый. Вот. И мне он нравится. И я много летаю. Я летаю там 300-400 часов в году. Для меня это очень важно. То есть они летают экономом. А что по поднаследствию? Оставишь миллионы долларов? Я сейчас к этому уйду. Моя задача, естественно, их вырастить, показать им какие-то пути. Дочка только что закончила Кинс Колледж в Лондоне. Она сейчас работать будет год. Вот. Винные компании, кстати, неплохо там вино торгуют. И зарабатывают хорошие деньги, слава богу. Кстати, я ей вообще не посылаю деньги уже года два. И 22 года. Вот. Соответственно, я считаю, они должны поработать, что-то сделать. Я их выучу. И университет, что касается, и школа, естественно, за мой счет. Там квартиры, где... Ну, это же базовые там, пожалуйста, так сказать, вопросов нет. Но, естественно, никакого наследства речь не будет. Я... Вопрос, зачем я летаю на фалконе? Чтобы деньги тратить. Я хочу потратить деньги при своей жизни. Я точно не хочу оставить деньги. Ты им ничего не останешь? Ну что, ничего. И это... И квартира... Что оставишь? Квартиру и миллион долларов. Написать, что ли? Ну, знаю. Квартиру и миллион долларов. Вот. Я считаю, это же... А остальное все потратишь? Это же не деньги. Это так просто. А на что можно остальное потратить? Мне кажется, даже вот летая каждый день на самолете... Не знаю. Потрачу на что-нибудь. Придумаем с женой. Ну, на что? У меня, так сказать, жена креативная. Что-нибудь поможет мне. Она мне вот последнее время мозги компосирует. Говорит, купи мне граф. Я куплю графа. До сих пор нету графа. На что же ты тратила? Ну, на самом деле, есть. Даже два. Но она просит какой-то вот там вообще-то какой-то... Ну, какие там? По три каратика графа. Ну, какие-то, не знаю. Я не имею. Ну, а где? Где шикарные украшения на жене? Где машины? А ты ее видела, что дети, есть ли у нее украшения? Ну, говорят, что у нее с украшениями не так хорошо, как у тебя с спортивными автомобилями. У меня вообще ни одного нет спортивного автомобиля. У нее есть спортивный автомобиль, между прочим. У меня нет. С на это пошло. Знаешь, что говорят? Я понимаю, примеры, кто говорят, вот эта ваша тусовка, это говорят эти там нищебродки. Я думаю, что три процента ее, так сказать, сейфа, там сказать, не снилось с твоим всем подружкам, с которыми ты там, так сказать, ходишься в Инстаграме. Ну, а почему тогда про тебя такие слухи ходят? Слушай, ну, зачем? Понимаешь, про Прохорова такие не ходят, а про тебя ходят. Я не знаю. Слухи, это ты... Что ты прежимистый человек. Может, это и хорошо. Нет, я считаю, что это... Слушай, для настоящего протестантского бизнесмена... Я настоящий протестант. Ну, покупать, условно, там, символы роскоши, это хорошо, наверное. Ну, понимаешь, у тебя там были женихи, там, так сказать, все время, они там обвешивали тебя, я помню. Но вообще, это комплексы. Если у тебя маленькая... Ну, это же сразу комплексы, но если человек... Вот моя точка зрения такая, что у них комплексы, потому что они тебе там, все от тебя обвешивались. Так может, это у тебя комплексы, что ты не хочешь ни на кого тратить, кроме как на себя и на самолеты, на Falcon X, там, что там... 7X. 7X. Это твое личное дело. Конечно. Просто вас спрашиваю. Поэтому не волнуйся, понимаешь, просто твои все вот эти подружки, ваши тусовки все, это Татлер, там, Шматлер, это все, это зависть. Потому что они по Сеньке шапка, они понимают, что моя жена... Тебя не могут достать просто. Да, не меня, но чтобы мою супругу. Потому что она по сравнению с ними, она умнее их раз в пять всех. Она красивее их раз в пять. И с точки зрения уж денег, она богаче их в сто раз, понимаешь? Это, кстати, приятно, что ты так о своей супруге говоришь. Это правильно. Просто где она и где они? И они это понимают, они как шавки что-то лают, понимаешь? Сколько вы лет? Она... Ну, 28 лет, понимаешь? Ну, а почему за 28 лет только сейчас всплыло кольцо графа, не купленное? Стоит там даже вот так. Это все же просто шапка, понимаешь? Слушай, как ты не на шутку завелся. А почему? Вот мне даже стало интересно. Ну, потому что ты, честно говоря, под... С этой темой, что я жадный, что-то... У тебя вот это все, вот это вот как-то... Это не мое мнение, подожди. Я тебя озвучиваю. Зачем? У кого доказывают? Ну, потому что, я знаю, моя жена, не видя, а ты открываешь. Посмотри, как она выглядит в 45 лет. Вопрос же не в жене. Эти твои подружки в 30 сапку ходят с опушием. И хоть ты на них что там навешай, они... Объясни, пожалуйста, почему тебя? Вопрос же не в твоей жене, а в подружке. Ну, потому что это неправда. Мне вообще бесит неправда. Почему тебя раздражает? Мне раздражает, потому что это неправда. Ты скажешь, например, что не знаю. Меня это раздражает, потому что это неправда. Зачем я должен тебе сидеть и доказывать, как я трачу на свою супругу и что такое? Зачем? Ты же сам начал это тусим. Зачем? Ты сказал, вот сейчас кольцо у вас. Я сказал, я буду тратить. Просто тебе для слов сказал граф, ты теперь начинаешь там что-то передергивать, я жадный, не жадный. Как ты можешь судить, жадный я или нет? Я не знаю. Еще раз, это не мое суждение. Я сказала, что про тебя ходят, условно, в этой тусовке такие супруги. Слушай, ты у меня брала интервью в GQ. Пусть его все там почитают лет 10 назад. Мы эту тему там проживали. И ты до сих пор помнишь. Мы уже после этого два интервью сделали. Ты там у меня спросила про это ламборгини, которое я подарил, про все вот это. Все уже досказано. Я сказал, что покупают бриллианты те, да, там, и обвешивают. Там, ну, те, у кого не стоит, я там сказал. Ну, наверное, они как-то компенсируют или сублимируют вот это недостаток какой-то секса. Которые проявляют избыток. Все, я не считаю. Что значит все? Ну, что ты сейчас сказал? Ну, почему все? Выкупают те, у кого не стоит. Я уточняюще задаю вопрос. Не все. Не все. Не все? Ну, наверное, которые обвешивают, понимаешь? Обвешивают. Или они там какие-то свои физические комплексы пытают компенсировать материально, например. У меня нет физических комплексов. Мне их не надо компенсировать. Я очень эстетический и гармонический в том, кто я есть. И поэтому я, у меня любовниц нет, проституток нет. Мне некому ничего дариться. Своя супруга у меня находится в полном шоколаде. О чем мы сейчас будем обсуждать? Твои какие-то подружки, какие-то слухи. Ну, зачем мне это вообще обсуждать? Мы никуда не ходим, никого не трогаем. Все подружки, все это... Как вы отмечали последнюю годовщину вашей свадьбы? Мы отлично отмечали последнюю годовщину нашей свадьбы. Ну, ты романтичный человек. Ты можешь, не знаю, устроить вечер при свечах с музыкантом? Нет, это не мое. К сожалению, в этом смысле я грешен. Даже, так сказать, она мне напоминает иногда. Понимаешь? Поэтому я не очень романтичный. Ну, потому что я как-то не обращаю на это большого внимания. Ну, ровно как и она, если она меня не поздравит, там, не знаю, условно говоря, там... Ну, с днем рождения, наверное, будет перебор, но там с чем-то еще, там, я спокоен к этому. То есть я не вижу в этом. То есть ты не обидишься, если тебя твои дети или супруга не поздравят с днем рождения? Не, ну, с днем рождения, может, и обижусь, конечно, а так там с какими-то другими там событиями. Я спокоен. Я, например, день рождения редко вообще справляю. Очень редко. Самый трогательный поступок от твоих детей или от твоей супруги, который ты можешь вспомнить? Вот что-то, что тебя по-настоящему, не знаю, тронуло в твое сердце? Тронуло в мое сердце? Ну, я не знаю. Меня вообще трогают мои дети, потому что я считаю, мои дети очень хорошие, воспитанные, талантливые. Ну, это, кажется... Как сказать? Это... Как слово-то называется? Слово забыл. Незабота. Заслуга, вот. Это заслуга моей жены, конечно. Это не я их воспитывал, понятное дело. Я где-то там в боях был. Это самое... В заработках, в работах. Вот. И, соответственно, это ее заслуга. Я очень доволен своими детьми, и я их вижу в контексте, так сказать, других детей часто, да, и на отдыхах каких-то и так далее. У меня, в общем-то, есть чем погордиться. Я... Вот у меня здесь работали, у меня какая-то обратная связь есть. Ну, обратная связь обычно такая... Ой, мы даже не могли представить, что такого там богатого человека, такие простые, такие скромные дети. Ну, в общем-то, мне кажется, у нормальных людей все так. Проблема вот этого вот избалованных детей, это, как правило, вот такого тут мидл-класса, знаешь, там, которые яхту могут купить, вот это с 20 метров там. Или все мидл-класс, яхта 20 метров. Или гольф-стрим там какой-нибудь 150-й. Придут на вилы поднимут. Ну, вот это вот там. Это мидл-класс, гольф-стрим и яхта 20 метров? Ну, в моей системе координат. Понимаешь? Ну, ты сейчас вот серьезно-то говоришь? Ну, ты понимаешь, насколько ты оторван от русских березок, которые ты так любишь? Если ты говоришь, что яхта 20 метров, это мидл-класс. Я уже вижу, как люди с вилами пошли на твой офис. Ну, какое 20 метров яхта? Мидл-класс. Вот их дети, это самое ужасное, что я видел. То есть вот эти вот, у кого там... То есть сейчас мы догадываемся до того, что у кого нету яхты 20 метров, идите в жопу, как говорил Полонский. Это вообще нищегороды. У меня вообще никакой нету, поэтому, я не знаю, яхты это вообще непонятная штука. На мой взгляд, выбор шведения. Ты понимаешь, ты же все-таки банкир, у тебя кредиты, ты выдаешь. Ты понимаешь, что такое вообще средний класс в России? Ты понимаешь, какие это деньги? Я как раз понимаю, что такое средний класс в России, но я про средний класс в твоем понимании. Нет, в моем, где для меня приписывать к вашим проблемам? В моем как раз понимании, средний класс, это люди, которые 100-150 тысяч рублей зарабатывают. Все твои друзья, с которыми ты инстаграммишься, да... Это богатые люди, люди, у которых есть яхта 20 метров, для меня, по моим меркам, потому что у меня такой яхты нету. Я считаю, это мидл-класс. Ну, в моем понимании, это мидл-класс как раз такой некий. В моем понимании, это мидл-класс. Богатые люди, в моем понимании, это там... Это Мильнер, это Усманов, это Фридман, это Абрамович. Ну, ты тоже себя перечислил к богатым людям. Слушай, ну, нет, я скорее мидл-класс тоже. Но я такой аппер-мидл, знаешь, аппер-мидл. А то, что в это не входит, это уже бедные люди, правильно я понимаю? Да? Ну, то есть, как бы, если нету... Операторы. Операторы. Хорошо. А вот у меня яхты нету, какие-то деньги я получаю, на машину могу накопить, на отдых тоже, но ни самолеты, ни яхты. Это я как? Аппер-бедный или как? Какая классификация? Ты итгел. Нет, ну это все-таки не по деньгам, а вот все-таки с точки зрения денег. Или про таких, как ты, в Америке говорят... Вот есть бедные, ты мидл-класс, как мы поняли. А я как? Аппер-бедный или как? Нет, ты, я говорю, ты фэмус because of фэмус. Знаешь, богатая, известная, потому что известная. Понятно. Про деньги мы сейчас, не про известность. С точки зрения денег, где я нахожусь, чтобы найти мне просто себя в этой, так сказать, системе координат. Ты у нас в среднем классе, мильнер богатый, операторы бедные. Я, как бы, чуть богаче... Наверное. Ну, ты сама себя, видишь, нашла. Аппер-бедный. Без меня разобралась. Ну, как? Только выяснилось, что три человека, которые приехали тебя снимать, имеют в твоем банке кредит, как ты им не выдаешь. Ну, это же не твои друзья. Я имею в виду, не выдаю кредиты твоим друзьям вот этим всем. Я не знаю, кого. У меня много очень друзей. Это режиссеры Кирилл Серебренников и бизнесмен какой-нибудь там Хачатуров. Они очень у меня разные. И Наташа Синдеева. То есть ты каких конкретно моих друзей пишешь? Ну, с тем, с кем ты там на инстаграмах на всяких. Вот это, гламур вот этот весь. То есть они кредиты у тебя не берут? Ну, наверное, нет все-таки, я думаю. Почему? Ну, потому что это не наша категория. У нас кредит средний 30 тысяч рублей. Тебя, наверное, это удивит. 30 тысяч, если им нужно, ну, могу дать. Синдееве могу дать 30 тысяч. На кухне там она снимает, цветок поставит. На кухне она еще вещает? Или уже с кухни куда-то переехала? Я понял, что где-то вилла в интернете, она на кухне сидела у вас. Ну, и она там сидела, потому что, к сожалению, наша власть ее туда, на эту кухню загнала. Это не имеет отношения к тому, где бы она сидела, если бы мы жили в ситуации свободной экономики. Поэтому тебя, Олег, я очень желаю, чтобы тебя власть в эту ситуацию не загнала. Но учитывая, что ты перестал говорить о политике, я думаю, что ты там и не окажешься. Потому что меня искренне, причем искренне здесь ключевое слово, это не интересует. Мне это вообще не интересно. Понимаешь, вот мне, например, не интересно говорить о болеть. Потому что, ну, я в нем ничего не понимаю. И мне это не интересно. Также мне не интересно говорить о политике. Ну, в нашей стране очень мудро не интересовался политикой, поэтому я тебе и желаю, чтобы твой бизнес... Наверное, но это не про мудрость, и это не про, так сказать, как сказать, это не рациональная штука, а это просто искренне. Потому что мне это неинтересно. И никогда не было. Понимаешь, я с первыми политиками познакомился там, вот давно, там, в Петербурге еще. И как-то сразу я понял, что мне это неинтересно. То есть мне это неинтересно. То есть если тебя позовут сейчас... Зачем мне заниматься политикой, если я успешен в том, в чем я занимаюсь? То есть это бред какой-то, какое-то клише, что человек должен заниматься политикой, если он заработал три копейки. Ну, на мой взгляд, это какое-то унижение просто меня. Почему я должен заниматься политикой? С чего я должен заниматься политикой? Желаю тебе удачи. Спасибо. Олег Тиньков был нашим гостем. И ты еще обещал провести меня по офису.